Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это вот пиздец, короче. И чё они там бегают? Насчёт чё-то там опять Ютуба, блядь, работу не решит. Не платить деньги. Они и так, блядь, перекрыли всё. Ёбаный этот коднадзор, или как его? Госкихнадзор, короче, я читал коднадзора много. Кто перекрывает вот это вот, занимает? Чё за компанией вообще нахуй брать? Особенно, какой смысл в Ярославле этой существовать? Биржа труда, я не понимаю. Какой смысл им вообще нахуй, по сути, существовать, если есть вот этот сайт? На бирже труда тебе работу не дают, не ищут, которую ты предлагаешь. Я тысячу раз хожу каждый день, если я сам ищу на этом сайте. Меня вот откликов и приглашений видели сколько? На бирже, блядь, раз в месяц тебе деньги платят по три тысячи какие-то копейки, блядь. И то не факт. Если ты им там с завода ёбаную бумажку не введёшь, не принечёшь, обязательно с завода. И они всех на заводы отправляют. Не важно, что ты, блядь, не подходишь к заводам, тебя всё равно отправляют на завод. Это пиздецка, ну чё. Вот это чё такое? Менчендайзер. Позрание, высшее или среднее, подойдёт. У меня среднее есть, типа. Ну вот это уже хуйня. То есть могут не взять. На это отмазаться, нахуй. Где в Ярославле работать-то, так сказать? Ёбаные наши мультира российские. Так что сайт их прихуел. Вот у меня случай был с девицей, я там выкладывал видосик насчёт этого республиканской. У маяка, которая была. Видосик есть. Остальное, в принципе, нормально. Ай... Пятьдесят шесть. Недалеко. Ну я-то знаю где это. Вот в этом доме, короче. Ага, ну в принципе сюда. Можно откликнуться. Сегодня воскресенье, поэтому я сегодня накликаю, а потом... Должны, по идее, звонить. А они звонят в конце недели, это вообще нахуй неправильно. Или вечером, нахуй. Приглашают на вечер. Не можете прямо сейчас подъехать. Кто поедет там в три часа, блядь. Я, например, стример. Какой я, чё, в три часа поеду? Не, я не хуя. Вот сюда, короче. Так, где в Ярославле брать работу? У вас могут не брать, не взять. Вот у них отмаза. Если у вас нету высшего образования. Они вот так вот отмажутся. Наличие делового общения. Я стример. Как бы. Отличие от коммуникабельной навыки. Тут всё подходит. Я думаю, тоже подходит. Требования выкладка товара. Вот фотоотсчётность интересная. Выполнение поручения руководителя дорого. Откликнемся, короче. Откликаемся. И вот так вот я каждый день работаю ещё. Ну, а не прихудели. Вот. Ну, вот этим откликаетесь, например, и вторым резюме. Сейчас. Сейчас вам ещё что-нибудь найду. Ну, вы видите, боё... Прогресс резюме. А, кстати, надо ещё вот так делать. Я только не знаю, кто это придумал такое делать. Зачем это вообще делается на Headhunter. Вот это вот кажется личная хуйня. По мне так. Зачем оно? Сейчас покажу. И я откликнулся. Одним резюме, я хочу вторым ёгнуть. Хуйняк, чтобы их доёгывать учить. Так. Ну, работодатели два резюме не машут, и тогда точно вам перезвонят. Ну, то бесит, что сначала один я не ответил, и второй за ним же хуярит. Как они это так договариваются между собой или чё? И причём в конце недели. Надо, по идее, нас звонить, как в понедельник. Настал, так и хуяртили с вторника, и уже на среду договариваемся или на пятницу. Не, блядь. Последний день в пятницу хуярится, и там на понедельник приглашают. Это нихуя неправильно. Если вы нашли её резюме, то и звоните нахуй с понедельника. Давайте посмотрим у нас этим. Оператора на телефоне. Мне кажется, оператора, я вообще подхожу, я жену в стриме. Мне кажется, это вообще самое моё, сидеть в офисе и отвечать на телефон. Смотрим такую хуйню. О, требуется опыт, не требуется. Косомольская. Слушайте, это мне дал. Косомольская, Верс 2, такого даже не видел. На выбор. Вообще всё отлично. Уникальность, речь, что мы пропустим, пожалуй. Приём, уходящий залог. Нету тут, видите, у некоторых есть печатка, но печатка у меня не очень, поэтому у меня такие не ещё. Где вы видите, что-то печатка написана. Нету печатки. Создание ПК, да вы сами понимаете. Вот. А где это хоть? Давайте посмотрим, у меня чё-то. Ну я, конечно, найду этого, блядь, вообще, блядь, прямо два шага мне, короче. Сейчас мы это посмотрим, посылаем. Но это недалеко, прямо вообще пиздец. Где-то вот... Вот тут где-то 22. Где-то вот... Вот тут почему не пускается. Сделай. Сейчас. Надо сложно пустить. Да. Блядь, не отпущусь. Да давай, блядь. Во. Фу, вот тут где-то, короче. Тут далеко где-то. Ну в общем, найдём. Давайте откликнёмся. Вот это вот хуя чтение. И ещё, чё можно им хуйнуть. Ещё. Из резюме. Чтоб они точно тебе производить. Чтоб их заёбло два резюме, тогда точно тебе производить. Да, одно могут, ну, хоть без внимания. Так они тоже иногда делают. На неделе могут отдыхать, там, две. Это, ну, это пиздец. Потому что биржи нет в Ярославле. Те работу-то, блядь, искать. И как? Буд. Давайте смотрим вот это вот. Эта хуйня какая-то. Вот. Вот это чё такое? Удалённо. Удалённо у нас с вами... Чё, хватает удалённо? Почему мы не работаем удалённо, геймеры? Сами понимаете, потому что мы сидим в играх, нам это хватает. А так мы отработали, но... Ушли, и всё. Надеюсь, там до пяти играть, потому что... Ээээээ... Вот вообще хуйня какая-то. Я думаю, до этого даже ходить не стоит. Это для тех, кто не знает Правда, инвалид какой-то Если только Потому что я геймер, я не собираюсь Ещё больше часов в компьютере проводить А как я геймер, я всегда буду в компьютере Так что, блядь Тут оптимальный вариант Почему вот это оптимальный вариант для нас? Ну, если с 9 до 5 я могу отдохнуть И в игры не играть, а в игры начинать играть С воскресенья И если сильно там буду отвечать, ебаться Короче, это оптимальный вариант Вот это для нас, для геймеров нету А где нам работу искать? Дальше смотрим на заводы Я не ищу Вот это я знаю У них график прикольный Ах, теперь у них нормальный график Смотри-ка, блядь, изменили график У них, знаете, какой был график у этой компании? График, короче, не с 9, как здесь До 9, но это пиздец Это вот, вот Со мной неправильный график Это ёбнешься с таким графиком работать оператором А телефон отвечать А денег они всего предлагают Это очень мало, блядь Мы-то с вами знаем, как за компьютером сидеть Это пиздец, короче А они вон сколько всего денег предлагают Что, блядь? Но это тоже невелико, да у меня Поэтому перспективу привлекаем Когда денег нет Я даже такое пытался пойти Только в другое ТТК Но там, блядь Скрипты ёбаные Там видеоролик есть Вот Ну сейчас хоть график Это у них график Знаете, какой был, блядь? С 5 и до часу ночи Что, блядь? Я вам говорю, реально С 5 и до часу ночи А того пешком в час ночи идти Главное не до 12, а в час ночи Ладно, в гостинице я понимаю Почему до час ночи, там, блядь Ну, правда А где-то гостиница, там И, кстати, сколько я не отправлял в гостиницу Хотел Оттуда ответ Кто живёт в Ярославе Знает, что за гостиница Хотел Никогда Не приглашали Меня везде приглашали Вот Как видите, у меня Вот Вот, ников И вот зачем вот эта вот хуйня нужна Ладно, всё, заканчиваем Я потом ещё сам наклику Нахуя Обновить Да, то Зачем Ну, так-то, типа Обновляется А у них чё, это видно, что ли У рыбозадателей Что оно обновляется Я сомневаюсь Или видно прямо, реально Что оно обновляется Но я популярные свои Периодически обновляю Вот здесь вот Обновить Ну, которые я им хуячу Естественно И эти обновляют Вот Ну, это не сложно Чё Вот сейчас с вами обновлю Это я редко хуялю Когда нахожу там Чё-то на подробнее интервью На этом вот-вот Там Интернет, типа, подключать Вот-я, вот-я, вот-я Вот-я, вот-я Типа, можно охуянуть тогда Вот это, конечно, зря я Охуячил Это завод, кстати, бывший мой Фринтекс автобот Но неважно Я на завод больше никогда не поеду Вот, кстати, просто память нахуй Я досмотрелся на ярославские Юбаные заводы Как они там работают Спасибо Одежды нету Не выдают нахуй За неделю работы Ты весь как чёрт Домой приезжаешь А то есть Ты же торопишься домой Тебе надо на транспорт успеть Если у тебя там Смена ночью Эээээ Ночью там До десяти И пока ты там Вымыешься нахуй Ты чё, блять А потом ещё Я тут троллейбус не принял Ты чё, пешком я пойду, что ли С... С... Ебаной с лопатой Целый день хуярил на лопаке И чё, пешком пойду Короче, пиздец Короче, завод Эты пизда Не советуют нам Особенно вот в этот Фринтекс Есть там краски Там более оптимальные варианты Там график ходит Там сутки до девяти Но ты оттуда всегда уедешь Короче, заводы-то в жопу Вообще, их больше туда никогда не пойдут Для меня это вообще никак Мне вообще никак не вариант Ну, я коли тут У меня не совсем, типа, считается Хотя у меня от центра две остановки Но я со мной считаюсь Ярославской области Пойду, давай объебем На этом сайте В общем, сайтик немножко прихуел Они могут за неделю не отвечать Могут вам вон, что уже творят СМС куда хуй не ответили У них пригорело, что человек не ответил И тебе СМС И уже, блядь, время назначено На свиданку Нихуя, дорогой, ты хоть перезвони Но я пришел, я пришел Если бы не была пятница У меня просто сильно пригорело Что, блядь, в последний день На пятницу назначают А потом понедельника ждать Че хули, ты с понедельника назначай Вот если бы в пятницу собеседование И потом на вторник я уже на работе Если ты приблизительно себе нашел Подходящего кандидата Соискателя, точнее Это оптимальный вариант А с пятницы Я пришел бы собеседовать в пятницу А он мне потом нахуй на телефон не перезвонит Зачем вообще приглашать Я вот этого не понимаю У них так всегда бывает Даже отмазываться не надо У них выгода такая В общем, вот Прихуел немножко тоже сайт Но биржа совсем Она пиздец, короче А я бы хоть и лучше биржа туда Так что все С вами был Дарк Сайтик прихуел ХХРУ Ну и не ХХРУ А так по-нормальному его называть Чтобы долбоебы не называли его ХХРУ Вот это типа русское название Так, кстати, называется Хэтхантер Типа охотник за головами За истоискателем Он нас нашел И нам голову отрубил И все в компанию забрал Ну все, пока Субтитры сделал DimaTorzok